МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При этом Байден подчеркнул, что также готовы помогать Киеву в поисках дополнительной финансовой помощи от международных кредиторов. В свою очередь, Петр Порошенко отметил, что восстановление мирной жизни на Донбассе является приоритетом для Украины. В частности, речь идет о водо- и электроснабжении, теле- и радиовещании в городах, разрушенных боевиками. Украина обратится в Совет Европы с просьбой признать, что офицер-летчик Надежда Савченко находится на территории России в качестве заложницы, ее содержат в нечеловеческих условиях. На основании этого Москва должна будет вернуть ее на родину. Судьбу Савченко президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава государства пообещал, что власть сделает все возможное, чтобы защитить нашу летчицу. Кроме того, Петр Порошенко высказал возмущение принудительным предоставлением российского гражданства украинскому режиссеру Олегу Сенцову на территории Крыма и дальнейшим его содержанием в московской тюрьме. Никто не имеет права похищать украинских граждан и украинских военных. Это нарушение всех, без исключения международных соглашений, всех норм международного права, является категорически неприемлемым. И по словам министра иностранных дел Павла Клемкина, украинский консул прибыл в Воронеж, чтобы встретиться с украинским офицером-летчиком Надеждой Савченко. Как известно, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы защиты Савченко, Воронежский областной суд в закрытом режиме принял решение оставить ее под стражей до 30 августа. Ведь ее российский адвокат подал ходатайство не об освобождении, а об необходимости перевести обвинительные материалы на украинский язык. Конечно, там выделен государственный адвокат, но мы ему не доверяем. Мы уже ищем сейчас соответствующего уровня российского адвоката, который известен тем, что помогает в таких случаях. Судебное производство проходит в закрытом режиме по скайпу. Так не должно быть. За ночь боевики совершили ряд нападений на позиции сил антитеррористической операции. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. Так, из минометов наемники обстреляли блокпост близ Дьякова Луганской области. В результате семеро украинских военнослужащих ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Также террористы открыли огонь по постам близ старой Краснянки Луганской области и Мариновки Донецкой. Жертв среди наших бойцов нет. Кроме этого, из минометов и стрелкового оружия обстреляны пограничный пункт пропуска Должанский, блокпост возле райгородки Луганской области. Для обстрела Донецкого аэропорта вооруженные бандформирования также использовали зенитные установки. Из града террористы открыли огонь по опорному пункту Зеленополья Луганской области. Обстрел велся со стороны госграницы с Россией. Данные по потерям уточняются. Вооруженные силы Украины накануне взяли под контроль пропускной пункт Червонопартизанск. Об этом министр обороны Валерий Гелетей доложил президенту Петру Порошенко. Кроме того, силы эту полностью освободили от террористов город Северск Донецкой области. Сейчас он находится под полным контролем украинских силовиков. Над горсоветом поднят государственный флаг. Ну и пока на этом все. Еще увидимся. До встречи.